привет всем кто меня смотрит давайте дальше делать нашу шинби нашем проекте значит мы остановимся на том что у нас vbp create char у нас он назначает аниме instance класс аниме instance класса у нас у шинби вообще никаких аниме инстансов нету да поэтому соответственно да у этого мага мы назначим такой же magic аниме пи пока что так потом может быть я этим заморочить тоже чтобы сюда но собственно нас интересует шинби для шинби надо создать аниме instance значит давайте посмотрим как у нас это будет работать это просто нею аниме instance нам нужно ним blueprint значит находим шинби шинби можно найти по ее мешу находим шипы и соответственно анимации у нас здесь есть где-то тут они был при должен быть может быть его и нету а вот есть шинби они blueprint так сейчас посмотрим кому он привязан открывайся кому-то привязан шинби меш а тут как трем мешам привязан одинаково отлично значит делаем мы следующим образом нам этот аниме blueprint не нужен нам нужно сделать следующее нам снова найти надо шинби и создать create аним аниме blueprint да и назовем его шинби шинби креаты чар аниме пи вот так вот назовем открываем аним граф нам не нужен а нам нужно здесь в принципе трейдер по окно наверное не знаю нам нужно сюда поставить просто одну анимацию которая будет заменит и позу у нас там значит заменит и анимацию которую я подобрал для этого дела но на мой взгляд который наиболее подходящий это анимация вот так называется ability q target бвд их две это р и просто д значит просто бвд она выглядит вот так вот такая поза ничего не делает но это зато не т поза и соответственно r есть она вот так вот делает это она уже куда-то собирается идти поэтому я выбрал вариант вот такой где она просто стоит и ничего не делает типа привет чё хотел давай быстрее выбираем ее цвет волос и так далее и тому подобное ну прям вот быдло да если вы близко не приближает даже прямо из-под лобби смотрят вот мы ее и возьмем и сюда мы ее вставим вот так вот просто вставим готова готова все анимация готова здесь нам ничего не нужно пока что когда мы до этого дойдем мы это сделаем все и соответственно в чар пресет мы просто указываем что у нас create аниме из нас это у нас шинби кричер они бипи теперь если мы запустим у нас наша дорогуша должна быть именно в той позе они в т позе выбираем здесь она представляется красота выбираем ее и и она у нас здесь да она у нас здесь сразу в той позе то что я и хотел близковато по моему у нас мы планировали потом уж камеру видимо наверняка захотят игроки тут камеры повертеть обсмотреть со всех сторон что они создают так теперь давайте займемся следующим ты поза у нас есть ну точнее поза теперь займемся следующим займемся тем на что я еще потратил кучу времени это что делать в настройках настройках у нас как мы видим не особо то много значений да и кстати с кейл то у нас работает 3 быстрее быстрее выбираем до скил у нас тоже работает можно такую малютку а сейчас создать замечательно фейс у нас фейса у нас пока не работает здесь и теперь давайте мы сделаем следующее значит поскольку у нас у шинби есть очень сложная система волос она очень сложная почти как в этом black desert я решил что грех такое упускать давайте мы ее ведем единственное что я не смогу сделать это изменять размеры волос ну то есть подбирать именно меж единственное что я могу сделать это добавить расцветку волос на все остальное нужен модели коим я не являюсь поэтому мы сделаем здесь следующее нам нужно добавить сюда еще один горизонтал бокс который у нас будет отвечать за цвет волос так палитру конечно цветовую не знаю на будет посмотри как цветовую палитру сделать не трачать деньги на всякие вот эти вот конечно цветовую палитру достаточно долго и муторно делать пока обойдемся наверное просто ползунками так нам нужно создать здесь наверное давайте создадим еще один вертикал бокс чтобы уместить туда все вот это вот или нет лучше давайте знаете что сделаем кнопочку кнопочку который у нас будет менять hair color колор вот давайте вам бьет он найдем поставим ее сюда найдемся весь текст здесь мы напишем hair color да сделаем ее стильненькой прям буквально одна минута сейчас hair color normal мы уберем альфу на 0 так соответственно холерит на альфу на 02 и нажатую на 05 альфу вот вот у нас hair color как только у нас эта кнопка будет назад а да мы соответственно и и откроем значит дальше следующее что мы сделаем визи пилите этой кнопки мы изменим create биндинг и теперь дальше следующая ровный если ровный у нас равен но он то у нас пока будет коллапсе потому что у нас ни у кого больше смены волос нету соответственно если у нас ровный ровный им правят как нам там определить то значит нам нужно еще параметр один сюда в эту таблицу пресетов это доступ к расцветке все усложняется и структуру заходим 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 в чар презет и делаем еще один параметр который у нас has change has change hair color вот и буллин значит она будет у нас определять можно ли true если можно менять цвет волос так и конечно же наверное наверно наверно да наверно можно так прям сделать и все и на не париться даже соответственно уши ли мы просто пометим что можно хотя правда у всех потом можно будет цвет молот сменять не не знаю зачем я это заморачиваюсь мы же планируем что все у нас будет меня значит пулю их не нужен это просто пустая трата времени вместо этого мы будем сделан следующие нам на время мы здесь разместим костыль которые нам это будет решать нашу проблему ой чё я делал еще один биндинг создал случайно бывает удалим их обоих значит суть в том что цвет волос менять мы на всех персонажей все равно потом будем поэтому кнопка это в любом случае будет постоянная вот она первое время можно сделать просто костыль который будет определять цвет волос который мы над которым мы будем возвращаться извращаться да итак параметры которые мы будем использовать раз мы будем сделать нужно будет где эта кнопка так извиняюсь что я тут запутался немножко давайте он клики сделаем потому что сейчас самое сложное идет значит нам нужно сделать следующее по-хорошему нам бы сделать все еще один виджет который у нас настраивается цвет волос непосредственно у шинби давайте юзер интерфейс еще один создадим напишем в шинби change color вот так вот откроем и здесь мы соответственно сделаем следующее у нас будет бордер бордер у нас будет бордер у нас будет здесь да сделаем его по центру экрана точнее нет не по центру экрана бордер у нас пусть будет здесь да а лучше его куда-нибудь он сюда место ему самое то x можно поставить на 1 чтобы у нас такого да и здесь мы добавим ползунки которые нам нужны значит ползунки которые мы будем дадить так если кто не смотрел какие волосы у шинби сейчас я покажу шинби скины так шинби шинби материалы шинби материалы и вот у нас собственно вот это материал волос шинби это материал instance и вот количество параметров которые у него настраиваются это просто волосы это просто чтоб понимали почему шинби и прочие персонажи весят такие так много и качественный контент вот именно примерно так и делается значит и всего этого нам нужно будет только вот это и вот эти скалял параметру волос и из этого нам нужно будет так а нет вектор параметр валос нам нужно будет бэйс колор див вот значит что делать бэйс колор див так нет не этот господи я забыл какой дисплей слово какой я менял то так сейчас секунду бэйс колор инд извиняюсь вот он как называется он бэйс колор инд а здесь его нету так как чем может я что-то закрыл нет очень интересно так чужие тогда это правил вариант хр вариант поисков артиф вот это что ли до сушки а как я тогда а я извиняюсь и да я ошибся действительно в общем вариант хр вариант хр это у нас собственно три цвет который мы будем играться это вот три разные расцветки и вот эти три расцветки можно настраивать то есть вот эту вот эту да тут даже две только расцветки это у нас вообще не трогается только два варианта вот единственное что да все и соответственно альфа канал у нас нету альфа канал у нас ни на что не влияет вообще да да альфа канал здесь вообще не учитывается здесь только три параметра берутся и все так я не пойму я не понимаю почему почему я не могу цвет поменять на черный белый видимо только здесь да видимо только здесь да и только здесь два ползунка вот этот вот соответственно в общем да геморрой конечно тут многовато вот этот color picker я видел что они есть продажи делать такой достаточно долго вот ну по-хорошему бы как раз подобное и сварганить color picker для этого но сами понимаете миллион лет будем сидеть с этим всем так теперь как мы с этим будем пользоваться нам нужно сделать следующее нам нужно создать параметры для хранения выбранных расцветок хранить мы их будем где-то где-то это надо будет еще тоже определиться кучу времени на выходные потратил и не дотратил таблицу а чар пресет нам не нужен шинби греет анимби пинги нужно так давайте мы все-таки это делаем значит здесь будем следующее делать три ползунка у нас вот один ползунок два ползунок три ползунок точнее даже четыре ползунка ой шесть ползунков получается сюда два ползунка сюда два ползунка сюда нет точнее четыре ползунка я все забываю что это не нужно трогать вот так вот сделаю просто нет ясно вариант хайер а если я просто вариант напишу блин да вот какой капризный то а ладно в общем суть нам вот этот просто вариант хайер нужен а вот она господи вот она вот он этот параметр яркости вот это нам нужно еще регулировать значит до до 30 я просто случайно это надписью color позакрывал лишнее что нам нужно у меня все сильно тормозит вот нам нужен вот этот показатель и соответственно вот эти показатели вот этот показатель у нас отвечает за общий цвет ну то есть белый или черный да а эти показатели уже по расцветкам соответственно нам три ползунка нужно первое это мы сделаем бритнес и давайте мы создадим вертикал бокс дальше у нас будет текстура ой текст здесь мы напишем и change hair color border давайте мы сделаем черным 07 вот дальше у нас будет горизонтал бокс не туда втыкаю извиняюсь вертикал бокс значит здесь у нас будет ползунок это у нас слайдер и у нас здесь будет еще текст блок в конце он будет показывать значение слайдера конкретное значение которое мы в итоге итоговое выберем циферку у нас все познается в циферках в циферках слайдер у нас будет растянут полностью да а этот у нас будет слева и справа иметь хотя бы какой-то отступ 999 вот так вот это будет выглядеть давайте у слайдера тоже отступы и сделаем давайте у всего вертикал бокса сделаем отступы вот так что у слайдера отступ делать не надо и наверное что еще бы хотел здесь у слайдера сделать это вот эту вот кнопочку побольше по толще размерам так я по моему опять не то делаю так ладно хрен с этим разбираться с а может я и то сделал просто не заметил не туда смотрел наверное просто ладно в любом случае вот ползунок и соответственно нам нужно его найти он он в алое чайнжет это у нас работа ползунка нам это все не нужно он в алое чайнжет значит слайдер у нас имеет от 0 до 1 значения другие значения у нас не имеют либо 0 либо 1 вот 1 0 и соответственно нам нужно проценты считать считать проценты значит первое это у нас макс первый параметр это у нас макс бригах нес я неправильно написал вот вроде бы правильно я написал бригахт нес господи букву т забыл двумя с да вот значит этот параметр будет отличать у нас отвечать за максимальное значение яркости и нам нужно минимальное значение яркости соответственно мин минимальное значение яркости 0 максимальное значение яркости 0 максимальное значение яркости 30 я думаю этого достаточно да если мы включим на 30 вот у нас он уже белый с небольшим очертанием темноты да и хрен с ним ничего страшного а если мы на 100 сделаем белее уже не станет можно даже на 20 наверное да можно на 10 на 10 можно можно на 5 на 5 уже видно на 10 значит на 10 поставим вот и у нас ползунок должен работать от 0 до 10 потому что 0 это у нас чернота супер черные волосы вот соответственно процент надо считать да значит где у меня тут капулятор процентов ох не любите математику все это так значит он равен у нас от 0 до 1 максималка у нас соответственно это максимум это равно 1 соответственно мы поумножаем у меня даже калькулятор процентов не нужен вот мы можем просто вот так вот помножить то есть и мы получим наш искомый процент брать нас да и соответственно здесь мы и делаем курят брегах курит брайт нас это тот который у нас используется то есть мы когда его меняем меняем курит брать нас вот ну и соответственно курин брать нас нам нужно выводить в вот сюда в бинт тыкнем тыкнем сюда куринт брайт нас да и мы укажем что у нас параметр вообще ноль да и никаких никаких после запятой не должно быть что еще нужно сделать нам нужно сделать begin play begin play нам нужно сделать доступ к персонажу точнее говоря его материалу который мы будем менять да чтобы нам получить доступ к материалу нам нужно зайти в create чар нам нужно взять чара нам нужно взять мерш да соответственно нам нужно нам нужно сделать все давайте мы наверное сделаем еще один параметр в таблице поскольку у нас разные персонажи с разными мершими мы добавим еще один параметр он будет у нас называться характер тип он нам наибольшее упрощение сделает потому что мы сможем тогда на основе его делать всяких группе персонажей я говорю о конкретно типе персонажей чтобы нам различать с каким мы персонажем вообще работаем потому что у нас к разным персонажем будет разный подход и это нам все сильно усложняет работу мы не можем сделать один виджет на всех персонажей сразу если у нас все персонажи были из одного котла тогда можно было но у нас шинби кванг и прочие персонажи из парагона они у каждого свой подход по созданию если у них будут одинаковые что-то мы тогда это объединим но на данный момент пока у нас все разное потому что у нас еще и вот эти вот текущие персонажи которых мы из миксом взяли они тоже разные вот к чему я мы сделаем вот такой вот параметр character давайте мы сделаем character character класс наверное чтобы у нас странно не звучало это в иную мы сделаем иную который у нас будет называться е character тип и там наверное тоже character тип не класса тип character тип значит он будет у нас сделать следующее это здесь мы просто напишем шинби шинби это будет шинби тип будет обозначать что этот персонаж создан на базе шинби то есть если планируется других персонажей делать мутантов из шинби то мы будем знать что это шинби класс вот вот так это примерно будет работать и соответственно нам нужно открыть blueprint функцию и сделать функцию на вот сюда вот get get character тип мы сдублировали функцию написали get character тип и здесь мы только вот это вот удалим воткнем сюда character тип и тоже напишем return value готово шинби по умолчанию тоже шинби вот вот кстати здесь можно знаете что сделать здесь можно указать по умолчанию нон сделать нью нон вот и да и если у нас нон то мы можем просто не выводить кнопочку цвета волос да у нас hair color вот у нас built in hair color давайте мы так и сделаем visibility bind возьмем row char возьмем get character char character тип и соответственно мы сделаем следующее здесь будем select сюда втыкаем а нет мы просто сделаем так если у нас равно нон да а здесь мы select и подкнем сюда нон если нон если нон если не есть то коллапсит если visible то точнее если не нон то visible вот так мы откроем кнопку hair color дальше соответственно нам нужна на основу вот эта вот штука row и и мы здесь нажимем switch чтобы определиться какой у нас открыть виджет да и здесь мы create a widget shift shimbi change color вот этот виджет у нас просто посчитает значение ползунков которые выставит персонаж и вернет их сюда вот и вся его задача давайте мы сделаем адд нет мы не будем так делать да мы не будем добавлять эту переменную мы сделаем просто аддд viewport вот так ну и поехали дальше нам нужно шинби воткнуть волосы берем материалы нам нужно открыть снова таблицу чар пресет мы у нее выберем что она у нас это шинби тип и нам нужен материал у этого меша волосы волосы у нас находятся на первом элементе по списку да волосы у нас на первом элементе по списку значит делаем мы следующее get get material get material элемент 1 а тут есть все материалы get нам materials get материал вот здесь есть get materials точно район material интерфейс да и сделаем следующее материал элемент индекс так значит есть одна еще одна проблема наверное проблем будет много как я уже говорил вот следующая проблема заключается которая мне не нравится это то что индекс здесь указан константой вот я конечно понимаю что многие ютуберы любят это но я это не люблю я не люблю когда слишком много констант я вообще не сторонний констант потому что каждая константа она потом усложняет работу над настройкой персонажа везде где есть константа невозможно что-то настроить удаленно именно поэтому мы сделаем следующее нам нужно в чарт пресет добавить настройки волос да поэтому мы сделаем следующее мы добавим структуру так где у нас структура s hire по рамс вот так вот мы ее назовем значит первое что нам нужно сделать это material индекс это первое что я хотел сделать да это будет integer соответственно это индекс материала в котором лежит материал с волосами то есть у каждого он будет указываться дальше что еще нужно ну и вроде пока все если мы что-то будем еще новое добавлять мы добавим сюда так и в структуру чарт пресет мы добавим вот эту вот hair парамс да да так у нас что-нибудь еще к волосам здесь есть относящиеся нет давайте добавим hair парамс hair по парамс и тут hair парамс вот с hair парамс готово и в табли и в этой blueprint функции мы добавим так рефрешно добавим чар оператив и у нас есть hair парамс да get material я неправильно написал где он тут вот он материал индекс блин вот так вот лучше напишу вот теперь норм вот теперь норм вот так и соответственно нам нужно вот этот ретон валы просто заменить на интегер и воткнуть его сюда по умолчанию будет 0 а если не по умолчанию то вот этот и изменим название которое у нас будет get hair парамс get hair material индекс и давайте его еще под категорию засунем она будет у нас ой она у нас будет называться hair парамс вот так вот еще одна под категория туда готово теперь мы зайдем в таблицу нашей шинби у нее теперь есть hair парамс материал индекс мы поставим 1 теперь мы будем знать что у нас у нашей шинби материал элемент 1 точнее даже на вете не материал индекс напишем а материал элемент блин это так будет понятнее дизайнеру например вот материал элемент и на я еще полнее напишу вот так вот да вот теперь у нас таблица где у нас таблица вот материал элемент блин все пробел это не ставит а готово ну а здесь можно материал индекс оставить это уже для нас нам все равно как это называется хоть и рублют так следующее что нам нужно так так таблицы мы проверим до материал элемент индекс все правильно а теперь дальше bpf чар дата можно закрыть чар пресет пока тоже закроем шинби пока тоже закроем и следующее что нам нужно вот create чар теперь мы можем сделать следующее взять roll чар get материал так а чё я не сохранил что ли bpf чар дата а get higher извиняюсь сначала пишется get higher get higher get higher material index вот и собственно вот это вот весь геморрой был райт только ради этого только ради того чтобы мы не ставили здесь константу что мы здесь делаем мы здесь делаем материал материал да у нас входящие это материал интерфейс поэтому соответственно мы здесь тоже выбираем материал материал интерфейс интерфейс и у нас он будет instance editable и expose on spam и можно еще приватным сделать и из него мы сделаем следующее create 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 dynamic material мне такой не нравится create dynamic а понятно здесь других вариантов нету а какой вариант можно вот такое можно такое вот можно элемент индекс мы ставим сюда source material извиняюсь нам это тоже понадобится source material мы вставляем сюда да и соответственно что нам нужно сделать material instance material instance нам нужно сюда вставить мы даже вот таким вот пойдем образом а этот мы заменим на material instance material instance и тут будет только ссылка на него и вставляем сюда и вставляем сюда готово optional name никаких optional name у нас нету вот это все можно превратить в функцию д collapse to функцию она у нас будет get hire 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 material instance так она будет называться у нас мы ее называем pure const вот вот когда у нас другие вариации появятся мы здесь просто все это дело разобьем разделим и так далее но у нас просто будет заниматься этим одна функция для нашего же удобства вот теперь мы идем соответственно обратно в виджет значит теперь у нас есть material instance значит кто не работал с динамическими материалами материал instance это возможность управлять динамическим материалом прямо отсюда в реал тайме скажем так и в реал тайме нам нужно сделать будет следующее у нас есть current brightness да нам у нас есть hire у нас есть здесь вариант hire соответственно мы сделаем следующее set vector так да set вариант hire brightness раз да ну-ка подождите я не очень понимаю но по-моему мне придется залезть в оригинал и посмотреть brightness жопа жопсная да это тут вообще страшно находиться red root color trade тип color тут все переменными сделаны практически поэтому менять можно тут многое нам нужно найти brightness здесь поиск то есть брей грех так нас нет это не то так это у нас скалярное значение поэтому ищем что-нибудь подобное мне просто нужно убедиться что я именно туда лезу вот вот он вот оно это значение brig нес ну соответственно в группе вариант hire да соответственно можно просто сделать следующее это set скаляр ты что делаешь то set параметр а чего ты же у меня динамический материал а материал instance динамик извиняюсь не доглядел ссылку нам нужно материал instance динамик и соответственно где create char сейчас мы тут рефрешнем ничего не должно поменяться он должен так сейчас здесь рефрешнем вот динамику должен быть вот почему у нас не сработал сет вектор здесь мы рефрешнем тоже вот теперь у нас динамик и тут динамик замечательно и теперь мы делаем следующее set скаляр параметр валой вот она у нас появилась и мы сюда вбиваем наш брать нас единственное что в принципе да ничего не нужно нам просто нужно курин брать на ставить сюда и соответственно нам нужно название вот это вот брать нас берем просто копируем и вставляем сюда вот вот так вот такой ползунок соответственно дальше что он должен сделать вот это значение сюда он уже выводит я не знаю давайте проверим как это работает там шейдеры копеются теперь миллион лет будут запускаем нашу игрульку дальше выбираем нашу шинби и теперь мы hair color нажимаем о господи так мы по моему немножко не то меняем это не тот элемент который нам нужно менять странно но это hair color же это тот же элемент так в этих случаях есть вариант такой где у нас mesh так и да так и соответственно мы здесь сейчас чтобы поиграемся так меняем брать нас на другое значение да это именно то и есть не очень понимаю почему тогда меняется вообще непонятно что может у нас индекс неправильно тут указан давайте узнаем какой мы тут индекс получаем а элемент индекс тут су господи сюда его тоже нужно воткнуть ай голова моя дурная тут в двух местах нужно втыкать это элемент индекс вот source material теперь зайдем в игру и посмотрим что у нас получилось выбираем нашего мага выбираем hair color и да то что я и хотел у нас меняется brightness значение от 1 до 10 выбираем любой наверное знаете сделаем от 1 до 100 то есть 100 это вот так 0 это вот так соответственно здесь мы сделаем get текст да умноженное помноженное на 10 а нет а вообще да почему бы и нет да помноженное на 10 действительно умноженное на 10 и посмотрим что у нас получилось долговато это все происходит конечно ну давай выбирайся уже наш персонажик выбираем hair color и да вот теперь у нас от 0 до 100 ползунок нам показывает какой мы цвет волосы белый от белого до черного разобрались мы с этой фигней и в таком же духе мы дальше будем делать все остальное в том же самом духе следующее что нам нужно сделать это root color root color это макушка макушка его если мы сделаем на 0 у нас макушка меняется ну верхняя часть персонажа да так соответственно нам там нужен вот этот вот ползунок точнее говоря нам нужно rgb и давайте делать уберем этот rgb так я кое-что забыл здесь все таки нужно еще один текст поставить потому что я не очень понимаю что это поставим воткнем сюда текст и напишем при гхт нс да тогда это мы уберем всего под 0 а на этой просто сделаем слева на 10 и справа на 10 чтобы она так была тянута вот вот теперь мы знаем что это у нас яркость теперь в том же духе нам нужно точнее нам нужно сделать следующее это вертикал бокс вертикал бокс он у нас будет так а чел у нас вошел сюда он сюда должен войти вот и сюда нам нужно так поставить текстура здесь мы напишем color какой там color у нас root color root root это корень значит у нас root color здесь это сделаем по центру hair color тоже по центру вот root color нам нужно вот таких вот горизонтал боксов нам нужно 3 штуки давайте горизонтал бокс мы отрегулируем сделаем его 16 наверное где-то 16 да и вот это 16 вот вот это вот такие вот ползунки вот вот и соответственно горизонтал бокс мы сделаем по пятерке чтобы они только друг от к отклеивались вот можно еще конечно здесь сделать цвета какого нибудь серобур малинового вот это мы можем только зеленое сделать чтобы выделялся ну и соответственно вот это горизонтал бокс мы копируем по вертикал бокс здесь мы color rd пока делаем так следующий горизонтал бокс это у нас color b g и следующий горизонтал бокс это у нас color rgb извиняюсь это g это g а это b вот три цвета которые мы будем менять ползунком и соответственно здесь примерно то же самое давайте помечем все эти слайдеры да чтобы нам узнать что слайдер чего обозначает bryg это так это у нас color точнее как root color r это root color g это у нас root color gb rgb вот у нас товарищи три три друга три мушкетеры следующее что нам нужно сделать вот они у нас все помечены замечательно мы теперь хотя бы знаем кто из них что делает берем этих всех и он валуи чанжи тоже называем у всех троих он валуи он валуи он валуи и здесь мы делаем точно так же как и тут то есть мы определяем максимальные парами значения минимальные максимальные значения минималка нам даже не нужна как оказалось нам нужно только максимальное значение потому что минимальное это у нас 0 вот а максималка у нас на цветах это у нас насколько мне известно от 0 до 255 и или 0 1 2 3 4 ну-ка сейчас 0 0 до 0 до 1 значения тут от 0 до 1 плавают соответственно играться точно точно такими же маленькими значениями макс колор нам тут даже и макс колор то не нужно делать все что нам нужно сделать это это у нас что это у нас это у нас векторы а вектор какой где здесь root color кто знает root color blended root color это у нас параметр 1 2 3 с 4 значениями ясно сет вектор я так понял да сет вектор сет вектор сет вектор параметр value да и соответственно материал value здесь нам нужно будет указывать материал нам нужно будет только здесь указать что root color color опять он опять вот вот это вот соответственно значит здесь у нас то же самое on value changed это current root color r да здесь у нас я просто скопирую rg и просто скопирую rb ну current color g и current color b и все три они ведут сюда в эту штуку они все три меняют внешний вид волос рутовых мы сюда втыкаем r сюда втыкаем g сюда втыкаем b а у нас всегда один полупрозрачными волосы у нас не будут копируем вставить и соответственно смотрим результат господи господи смотрим результат если у кого то есть уже готовый вариант color picker то можете просто из color picker подставлять просто под эти значения и все его проблем решится так у нас значит мы сделаем где нибудь вот такой да и соответственно что играем все вот фиолетовый у нас уже вон зелененький у нас уже пожалуйста на вкус и цвет так а если мы так сделаем розовые цвета да и тут нужно только камеру теперь поближе сделать но суть главная суть вы уловили вот в принципе игра нам теперь вот это значение только сделать то есть у нас получается то на чем я думал на чем я сюда мы в конструктор вставим готовые значения кстати давайте это и сделаем возьмем material get scalar get scalar параметр value у нас достает значение из material instance мы берем brightness вставляем сюда и вставляем в current brightness вот и все и соответственно нам нужно получить вот это вот делить на 100 да точнее делить на 10 нам нужно вот это вот слайдер brightness ему назначить значение ползунок set value set value ну просто на ползунок поставить на вот текущее значение вот соответственно дальше мы берем также getvector параметр value и сюда мы втыкаемся втыкаем наше название root color root color и у нас тут вот эта вот красота вот кстати можно было бы это все хранить в структуре но я храню в трех переменах какая разница структура еще и при этом вес имеет втыкаем сюда r втыкаем сюда g и втыкаем сюда b и точно так же нам нужно сразу взять слайдеры три штуки b g r они почему-то не хотят находиться в порядке rgb не очень понимаю почему вот и соответственно тоже сетвалы ползунки настраиваем на текущие значения так это у нас r и вот так вот сразу еще два штуки поставим так это у нас g g у нас сюда втыкается и b еще у нас сюда втыкается да b сюда и b сюда вот такая вот красота вот теперь мы должны теперь у нас по идее ползунки должны выровняться в том порядке в каком они есть в изначальных положениях да 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 они именно в таких положениях и есть прям как здесь здесь 08 а здесь у нас 100 вот давайте здесь наверное я не помню какой у нее там была расцветка изначально вот правда не помню сделаем 06 сделаем 0 2 сделаем 0 1 да вот такой вот и оставим вот такой у нас будет расцветка изначальная пойдет тоже соответственно дальше что нам нужно сделать наверное на сегодня я закончу но в принципе радоваться успехам есть процедура установки шинги будет достаточно долгой никто не обещал что это будет быстро так выбираем херка да вот теперь ползунки стоят именно так как есть последнее что я сделаю это блин там еле заметно ну камеру поближе потом сделаю вот это вот надо только еще вставить значит сюда мы сделаем следующее значение давайте мы вставим сюда это у нас р это у нас color r так здесь мы сделаем следующее помножим на 100 и отключим все что после запятой и соответственно точно так же мы и сделаем со всеми остальными просто тогда это просто скопируем возьмем у следующего тоже сделаем биндинг тоже вставим вот это вот значение вставим сюда г и возьмем у третьего тоже сделаем бить у нас просто будет 0 100 это как по процентам 0 процентов столь процентов ну и 100 и на этом закончим в следующем видео мы доделаем цвета волос и и сделаем что мы еще там сделать можем а и настроим цвет кожи там же у шинби тоже можно цвет кожи поменять так что это будет следующий параметр меняемый вот открываем хэлк хэр колор и мы видим 60 20 10 вообще просто замечательно мы теперь 0 100 ползунки прям радоваться не нарадоваться можно но можно фиолетовый можно светлые фиолетовые это просто по моему уже тут на этой да бесполезно крутить по моему брайк нас уже на единицы отрубается вот на вот на десяти а почему брать на 100 так не очень понимаю почему брать нас у нас теперь стал такой нет все равно непонятно курин брать нас на самом деле вот так вот видимо я просто не надо было делить на 10 потому что курин брать нас это у нас от нуля до единицы все равно получается а да вот так вот теперь правильно все теперь мы правильно все как-то слишком светлые получается вот такое нужно сделать ну ну желтый норм тоже норм вот готово все на этом все ждите следующее видео кому это интересно всем спасибо и пока пока спасибо я